Всем привет! С вами СмартПицца, и сегодня я расскажу вам о самых удивительных доисторических монстрах. Начнем мы с Эндрю Сарха, вымершего плотоядного, которого считают одним из наиболее крупных, когда-либо существовавших сухопутных млекопитающих хищников. Можно, конечно, поспорить с этим заявлением и сказать, что все было не так, но вы вообще видели черепушку Эндрю Сарха? Да-да, она сохранилась, а ее длина превысила 83 сантиметра. Для понимания, у современного бурого медведя она не бывает больше 55. Ученые быстренько сделали реконструкцию и предположили, что общая длина тела нашего гостя была под 4 или более метров с длиной хвоста до полутора. Весил же этот хищник немногим больше тонны. И все бы ничего, это мог быть очередной крупный и ничем не выделяющийся охотник, если не одно «но». Его пасть больше походила на крокодилью, нежели на пасть млекопитающего. Она была очень внушительной и особенно широко открывалась. Зубной ряд состоял из огромных клыков, в том числе дополнительных, растущих позади основных. Расчет силы укуса показал, что Эндрю Сарх кусал крайне сильно. Падаль тоже входила в его рацион, в том числе и кости. Так, с этим вроде разобрались. А что по поводу распорядка его дня? Как Эндрю Сарх жил? Что ж, здесь снова нам никто и ничего конкретно не скажет. Однако предположение ученые все-таки сделали. Согласно им, из-за огромных размеров и неповоротливости охотился наш друг на таких же медлительных животных. На крайний случай поедал травку. Излюбленным местом Эндрю Сарха, возможно, были берега рек. Там он успешно прятался меж высокой травы или за деревьями. Поджидал, пока цель придет на водопой и аккуратно подкрадывался к ней сзади. Увы, но и момент вымирания Эндрю Сархов остался под большим вопросом. Причины этого явления не ясны. Как всегда, основная версия – это смена климата. Хотя свою роль могли сыграть и более продвинутые хищники. Галли Мим. Так зовут нашего следующего гостя, который был уже не таким медленным и неповоротливым. Напротив, это был один из крупнейших динозавров своего семейства, который в то же время невероятно быстро бегал. По некоторым данным, он мог разгоняться до 56 километров в час. И это при условии того, что здоровяк в отдельных случаях вымахивал аж до 8 метров в длину. Длинные задние лапы, лебединая шея, относительно короткие передние конечности, перья и клюв. Все это было у древнего хищника точно таким же, как у наших современных пернатых, но кое-что его все-таки выделяло. И это кое-что, как я уже говорил. Скорость. Уверен, Галли Мим мог бы бегать еще быстрее, если бы не массивный хвост. У страусов, например, такого нет. Вот они и носятся еще быстрее. Хотя, если так говорить, то жаловаться в нашем случае немного странно. Все-таки этих скоростей с головой хватало для того, чтобы успешно догонять любую добычу и оставаться сытым. С другой стороны, не сказать, что этой опцией наш гость пользовался особо часто. Все-таки его глаз в основном лежал на траву, хоть изредка он и мог побаловать себя мяском. А еще, как выяснили ученые, Галли Мим обожал поедать камни. И не потому, что он не разбирался в еде от слова совсем. На самом деле, камни очень даже полезны. Они попадали в организм и терлись друг от друга, чем окончательно измельчали пищу. Мегалания. Так зовут нашего следующего гостя и по совместительству крупнейшую из известных науки наземных ящериц. Многие тут же вспомнят современного комодского варана. Так вот, Мегалания тоже относится к семейству варанов. И я вам так скажу, хорошо, что она вымерла, и сегодня мы имеем то, что имеем. А то соседствовать с этим монстром мне как-то совсем не хочется. Длина крупных Мегаланий варьировалась от 4,5 до 9 метров при весе от 330 до 2200 килограммов. Нормальный такой разброс, правда? На самом деле, все настолько запутанно и одновременно страшно лишь потому, что ученые ничего окончательно не знают. Эти данные – лишь гипотезы различных специалистов. Вполне вероятно, что истина вообще другая. Но как все же люди пришли к этим значениям? На эту мысль их подтолкнул тот факт, что Мегалания почти всю свою жизнь оставалась молодой, а значит, успешно и быстро росла. Излюбленными местами обитания Мегалании считают саваны и редколесье. Там детеныши охотились из засады и даже выходили таким образом победителями из битв. Взрослые же хищники со спокойной душой забирали еду у хищников поменьше. А те, кто не догадывались вовремя убежать, становились дополнением к и без того сытному обеду. Можно подумать, что равных Мегалании нет и не было, что она должна была развиваться все сильнее и сильнее, и в какой-то момент чуть ли не захватить природу. Но этого не произошло. Как говорят, по причине человека. Древние люди настолько впечатлились Мегаланией, что начали вести на нее охоту и постепенно истреблять. Трицератопс А этот древний монстр будет покрупнее Мегалании. Взрослые особи разных видов трицератопсов стабильно вырастали за 6 метров при массе тела до 11 тонн. Если посмотреть на них впервые в жизни, покажется, что они успешно разгуливали по свежему воздуху, высматривали оппонентов и атаковали тех своими длинными рогами. Но это было не так, по крайней мере, по мнению ученых. Специалисты заявляют, что даже несмотря на удивительно суровый внешний вид трицератопсов, они были растительноядными. Их челюсти, например, заканчивались узким и глубоким клювом, который, как предполагается, был предназначен для отрывания растений, а не пережевывания. Зубов у них было много, но все они были мелкими. Также у трицератопсов были короткие передние конечности, но мощные задние. Почему все именно так, ученые тоже долго спорили. В конечном итоге, они предположили, что это нужно для того, чтобы лучше поддерживать голову во время поедания травы. В любом случае, полного скелета этого древнего монстра до сих пор не нашли, а значит, есть все шансы, что животное было совсем не таким, как мы его представляем. Единственное, что, как по мне, не подлежит сомнению, так это защитная способность трицератопса. Его кожу покрывали крупные и местами даже острые чешуйки, а потому незаметно подкрасться к поедателю травы и напасть на него было почти невозможно. Так, а теперь я предлагаю сделать небольшую паузу и посмотреть на снимок от подписчика, которым со мной поделились на днях. На фото видно милейшую киску, которая еще совсем маленькая и очень боится окружающих. Ее только недавно забрали из приюта, а потому она до сих пор привыкает к новому дому. Впрочем, хозяева у нее хорошие, они и накормят, и напоят, и одну никогда не оставят. Единственное, что, они все никак не могут придумать ей подходящее имя. Давайте предложим свои варианты. Оставьте их в комментариях, вдруг какой-то приглянется. Дунклеостей. Так зовут нашего следующего гостя, который обладал одним из сильнейших укусов и был готов бросить вызов каждому, кто плавал с ним в одно время. Не зря это животное называют тираннозавром подводного мира. Ему ни одна из современных акулы в подметке не годится. Начну с того, что бронированный псих вырастал до 6 метров в длину и весил по меньшей мере тонну. Можно подумать, что рыба была непропорционально крупной, а потому полной и неповоротливой. Но это не так. Обтекаемая форма тела превращала Дунклеостея в полноценную подводную торпеду, а мощный хвост и плавники служили отличными двигателями. Однако в ступор жителей океана вводила не столько ловкость этой рыбы, сколько ее убийственная и непрощающая ошибок пасть. Хотя бы потому, что она была не такой, какой ее привыкли видеть прочие создания. Пасть Дунклеостея была чем-то вроде клюва, который, кроме всего, еще и затачивался сам по себе. Если вы думаете, что это не играло на руку нашему гостю, то просто послушайте, что я вам сейчас скажу. Сила его укуса превышала 5000 ньютонов. Это больше, чем у самого крупного современного ягуара. Нетрудно догадаться, что с такой силой Дунклеостей чувствовал себя властелином морей и океанов. Он мог есть вообще всех, кто только встречался у него на пути. И ведь самое страшное то, что убежать от этого монстра тоже было почти невозможно. Эта рыба могла попросту засасывать своих оппонентов. Да, мать природа наделила ее и такой суперсилой. А потому единственным адекватным соперником Дунклеостея был лишь Дунклеостей побольше. И я сейчас сравнил их не просто так. Эти безжалостные хищники на самом деле практиковали каннибализм. Наверное, поэтому рыбы и были облачены в тяжелые доспехи из костяных пластин. Другого объяснения ученые, увы, пока этому не придумали. Ровно как никто не мог объяснить и то, почему этот тиран вымер. Он царствовал довольно долго, а потом взял и исчез. То ли сказались климатические изменения, то ли пришли хищники побольше и отобрали удунклеостые еду. А теперь мы с вами поговорим о вымершем роде гигантских тераподовых динозавров, которые существовали около 70 миллионов лет назад. Если говорить просто и понятно, то это были очень крупные и знающие себе цену курицы. Их название, кстати, переводится как «Огромный разбойник». Поведение и внешность гиганта-раптора почти полностью соответствовали тому, что есть у наших современных нелетающих птиц. Они бродили по земле, защищали свою территорию и откладывали яйца. А еще они были очень большими, до 8 метров в длину и 1400 килограммов веса. Уверен, что многие хищники, которые видели их со стороны, боялись подойти. Они попросту переживали за собственную жизнь. Но нашему гостю было все равно на мнение окружающих. Он сам был не против конфликта, если того требует ситуация. А потому запросто подходил к чужакам и прогонял их со своей территории. В любом случае, у него всегда при себе были гигантские и острые когти. В целом, древние куры чувствовали себя комфортно. Устраивали гнезда, где высиживали птенцов. Укрывали их своими крыльями от солнца и непогоды, как зонтами. Ну, просто благодать. Тем не менее, что-то дозаставило их пропасть с лица земли. Но вот что именно, никто не знает. Скорее всего, малину испортил климат. Погода вокруг становилась все суше и суше. Находить пропитание для крупных кур стало невозможно. Вот они и вымерли. Кецалькоатль. Наш следующий гость – один из крупнейших известных представителей птирозавров, размах крыльев которого оценивают в 12 или даже 15 метров. Окаменелости Кецалькоатля обнаружены в Северной Америке. Название дано в честь ацтекского бога пернатого змея. И вы знаете, тут я полностью поддержу ученых. Без божьей помощи взлететь такой монстр совершенно точно не мог. Более того, специалисты предполагают, что махать крыльями это создание вообще не умело. Скорее всего, Кецалькоатль забирался на скалу или любую другую высокую точку и совершал прыжок веры, а потом, подобно альбатросу, лавировал в потоках воздуха прямо как параплан. Как бы то ни было, сомневаться в доминантной составляющей этого животного не стоит. Никто не спорит с тем, что он был королем небес своего времени. В то же время, люди доподлинно не знают, чем именно питался наш гость. Есть предположение, что основу его рациона составляла рыба, однако кости существа находили и там, где рыб вообще не было. Другая версия гласит, что он ел падаль, однако челюсти, как позже оказалось, имели не то строение. Таким образом, на данный момент ученые считают, что этот гигант вообще жрал почти все, что хотел. Это могла быть и рыба, и падаль, и мелкие наземные животные. Базилозавры А вот этих ребят Кецалькоатль явно не смог бы употребить в пищу, даже если мы говорим про детенышей. Перед нами род древних китообразных, которые жили около 40 миллионов лет назад. Их длина достигала 21 метра. Они населяли почти все теплые моря планеты и, вероятно, были самыми большими хищниками своего времени. Да, вам не послышалось. Это были китообразные хищники, которые ели не криль, как их современные гиганты-собратья, а разнообразных крупных животных, в том числе и других китов. Любопытный факт. Некоторые эксперты полагают, что небольшие популяции этих животных могут существовать и в наши дни. И что именно этого кита очевидцы принимают за морского змея. Впрочем, науке неизвестны ископаемые останки базилозавров моложе 37 миллионов лет. И с точки зрения палеонтологов, эта гипотеза несостоятельна. Очень надеюсь, что все так и есть, что никакие базилозавры нижние слои морей и океанов не населяют, а то этого нам еще не хватало. Все-таки этих хищников боялись вообще все, кто только мог. Даже если бы Тирекс оказался с нашим гостем в одном временном периоде, он бы бегал от него по всей планете, делал все возможное, чтобы никогда с ним не пересечься. Тут вы, наверное, скажете, что я упомянул лишь большие габариты базилозавра, но в чем еще была его сила? Что ж, у этих подводных жителей было очень много разнообразных примочек для жизни. Например, к тому времени их череп уже был асимметричным и имел примитивные органы будущей эхолокации. Плавал же базилозавр тоже непростым способом. Он изгибался, как современные киты, но при такой длине и стройности скорее походил на змею. Да, у базилозавра были почти что ненужные задние лапки-плавники, но даже без них он отлично со всем справлялся. Во время охоты хищник не рассчитывал ни на что, кроме собственной пасти. Он всегда старался вцепиться прямо в морду крупной добычи. Следом он рвал жертву на части и коренными зубами пережевывал куски мяса. Какой бы хорошей ни была защита у врагов, выдержать такой натиск не мог совершенно никто. Аргентинозавр Ну а теперь я покажу вам одного из самых крупных динозавров на свете, который когда-либо жил в Южной Америке. Как и во многих других случаях с доисторическими животными, люди все еще не нашли полноценный скелет аргентинозавра, а потому оценки его длины могут быть лишь предположительными. В любом случае, то, о чем говорят ученые, поражает. С их слов, монстр вырастал от 22 до 35 метров в длину и весил 60-110 тонн. Вот, посмотрите на это фото. Человек стоял рядом с какой-то непонятной штуковиной. Некоторые подумают, что это полноценное животное, но на деле это лишь один из множества позвонков аргентинозавра. Как только земля носила это чудовище, каждый день оно набирало десятки килограммов. Считается, что аргентинозавры не любили большие компании. Видимо, они сами переживали о том, что земля в какой-то момент может провалиться, если их окажется слишком много в одном месте. Что касается питания этих существ, то вроде как они ели листву с самых верхушек деревьев. Добраться до туда никто, кроме них, не мог, а потому они успешно росли и не знали печали. Ровно как современные ученые не знают причины их вымирания. Гигантопитек Когда мы слышим про динозавров, нам кажется, что победить их могли лишь такие же крупные и зубастые создания, как они и сами. Однако на самом деле все выглядело немного иначе. Динозавров легко могли бы одолеть и гигантопитеки, род человекообразных обезьян. Они были куда больше нас, могли достигать 4 метров в высоту и весить около 600 килограмм. При этом у гигантопитеков имелся отнюдь не самый скудный интеллект, что и являлось главным оружием против окружающих их монстров. Несмотря на это, гигантопитеки не охотились на других животных целенаправленно. Внешне они походили на горилл, только рыжих. Мощное тело, та же экологическая ниша и, самое главное, челюсть, прекрасно заточенная под пережевывание жестких стеблей. Да, как вы понимаете, их главным и одновременно любимым лакомством являлся бамбук. Дело в том, что следы гигантопитеков регулярно находили и находят в несвойственных этой растительности местах. Например, где-то в пещерах рядом с костьми других животных. Кроме того, иногда вместе с поздними гигантопитеками находят примитивные каменные орудия, что в очередной раз подтверждает их достаточно высокий интеллект. Мне кажется, что если бы они оказались на одной территории с какими-нибудь динозаврами, они спокойно могли бы вести охоту и на них. Устраивали бы глупым оппонентам ловушки, нападали группами и все в таком духе. К тому же, особо крупные группировки были бы не нужны. Как вы понимаете, гигантопитеки и сами далеко не маленькие создания. Поэтому всего пары приматов хватило бы для охоты на одного крупного динозавра. А теперь я расскажу вам об одном удивительном млекопитающем былых времен, которое на полном серьезе делало жизнь динозавров далеко не самой сладкой. Этого жителя древних лесов зовут Репеномам. Столь необычное название состоит из двух слов. Репенс, то есть ползучий, и мам, млекопитающие. Прозвали животное так отнюдь неспроста. Дело в том, что эти создания сочетали в себе признаки рептилий и млекопитающих. Например, зубы у них уже были разделены на резцы, клыки и щечные зубы, как у млекопитающих. А вот конечности были короткими и вывернутыми в сторону, как у рептилий. Можно было подумать, что это крайне неэффективно, однако время показало обратное. Репеномамы стали вполне себе успешными. Во-первых, на фоне собратьев млекопитающих они были огромными. Самый маленький представитель их рода вымахивал до полуметра метра в длину и весил более пяти килограмм. Если что, существовали и особи раза в три больше по габаритам. Второй момент, который стоит учитывать, это то, что они были месоедами. Изначально ученые приняли их за падальщиков, но теория на этот счет довольно быстро потеряла свою актуальность. Строение челюстей и их образ жизни доказали обратное. Зубы репеномамы имели определенную форму и строение. Это позволило им не просто ловить, но удерживать и разрывать добычу на мелкие кусочки. И тут у вас возникнет вопрос. Так а при чем же динозавры? Как эта мелюзга могла им навредить? А очень даже просто. Они не охотились на уже выросших динозавров. Репеномамы успешно уплетали их молодняк, который не мог идти в сравнение с ними по ловкости. Что удивительно, старшие динозавры никак не могли этому помешать. Они попросту не поспевали за этими трюкачами. Саблезубые тигры. Все мы слышали сочетание этих двух слов, но кто-нибудь когда-нибудь видел их научное подтверждение? Вот-вот. А ведь его на самом деле нет. Однако сами саблезубые кошки при этом существовали. Что, не совсем понимаете, как такое могло быть? Не переживайте, сейчас я все расскажу. Саблезубые кошки – это целое подсемейство, в которое входило множество различных видов. Кого там только не было. Вплоть до представителей мегафауны. Мегафауны. Условный смелодон-разрушитель мог достигать 400 килограммов чистого веса, иметь в своем арсенале 20-сантиметровые клыки и оставаться невероятно ловким. Ведь он, как ни крути кошка, перед таким монстром трепетали бы все, начиная от мамонтов и заканчивая динозаврами, если бы они жили с ними в одно время. Чтобы прокормить столь крупную тушу, смелодону приходилось регулярно искать себе добычу, и с этой задачей он справлялся успешно и даже без особого труда. Поэтому саблезубые кошки на мелочь не разменивались. Охотились исключительно на гигантов своего времени. В этом им помогали их клыки-сабли, на которые туши врагов нанизывались, подобно мясу на шампур. Вы просто представьте этот ужас. Гигантская кошка разевает пасти на все 120 градусов и вонзает в своего оппонента огромные клыки с неведомой мощью. Спастись от такой атаки не удавалось никому, особенно когда саблезубые охотились группами. Разобраться с полной доминацией помогло лишь глобальное потепление. Против климата уже не попрешь, каким бы сильным и грозным ты ни был. Привычная кормовая база исчезла, а вместе с ней примерно 10 тысяч лет назад исчезли и большие саблезубые кошки. И теперь главный вопрос. Так существовали эти тигры или нет? Этого никто не знает. Научного подтверждения тому, что саблезубые имели тигровый окрас, не имеется. Генетически с тиграми кошки того времени никак не были связаны. Значит, скорее всего, саблезубых тигров никогда и не существовало. Гигантский короткомордый медведь Подобно нашему времени, победить хищных кошек по силам не каждому, но косолапый всегда относится к этому числу, и древние времена не стали бы исключением. Окажись они лицом к лицу, гигантский короткомордый медведь показал бы, где раки зимуют, и завалил бы целую группу кошек, не моргнув и глазом. Ведь взрослые особи этого вида могли достигать 4,5 метров в высоту, стоя на задних лапах, и весили при этом почти полторы тонны. Это где-то в 2-3 раза больше, чем габариты современных белых медведей. На этом, кстати, можно не заканчивать со сравнениями с современными косолапами. Так будет проще понять, насколько гигант из древности был велик. Например, тот же бурый медведь регулярно трескает траву и избегает конфликтов. А вот короткомордый, наоборот, специализировался на уничтожении врагов. Монстр проливал кровь могучей мегафауны, зубры, туры, молодые шерстистые носороги и даже мамонты. Все большие создания того времени входили в постоянное меню этого хищника. Не брезговал медведь и другими косолапами. Закусить на десерт бурым медведем для него было расплюнуть. Однако на одном желании в этом деле далеко не уедешь. Разумеется, чтобы находиться на вершине пищевой цепи, он должен был иметь какой-то крайне веский аргумент. И таковым в его случае стали огромные клыки. Ими косолапый намертво впивался в конечность жертвы и дробил ее всего за пару укусов. При этом, даже несмотря на такие впечатлительные размеры, медведь все равно оставался очень ловким и проворным. Он был куда выносливее и ловчее своих более мелких собратьев. Древние времена были, мягко говоря, непредсказуемыми. Порой, откуда ни возьмись, могла объявиться гигантская черепаха и захватить чуть ли не все вокруг. Это явно был кандидат на мировое господство. И имя ему – Карбонемис. Один лишь панцирь этого хищника-гиганта был порядка двух метров в диаметре. Весил монстр более трех сотен килограммов. Но его главная сила была даже не в этом. Вся фишка Карбонемиса была в его челюстях, которыми он мог перекусить даже толстую кость. У медлительной черепахи не было шанса конкурировать с крупными хищниками напрямую. Поэтому она пошла нестандартным путем. Стала засадным хищником. Подобно рептилиям, Карбонемис поджидал врага где-то в высокой траве и нападал за мгновение ока. Он ловко цеплялся за конечность и не давал жертве покинуть поле боя. Из-за преимущества атакующего, Карбонемис почти всегда завершал свою охоту победой, даже в случае с огромными хищниками. Такой молниеносной атаке было сложно что-либо противопоставить. Поэтому в теории от него могли страдать и динозавры тоже, если бы они жили в одно время. Фороракас Именно так зовут уже вымершую птицу, которая вела хищный образ жизни и одновременно с этим не брезговала падалью. Представители данного вида достигали 2,5 метра в высоту и весили примерно до 150-300 килограмм. Мощные лапы длиной 180 сантиметров обеспечивали хорошие беговые качества, в то время как крылья были атрофированы. Однако это совсем не мешало Фороракасу успешно охотиться. Его главным оружием являлся собственный клюв. Не зря это существо прозвали птицей-палачом. Широкий клюв имел плоскую вертикальную форму и походил на старый деревенский топор. В дополнение к этому на рудиментарных и не способных к полету крыльях птахи был набор коготков, что никогда не оказывалось лишним. Вместе с этим Фороракас отличался и уникальным в те времена стилем охоты. Его можно было описать в три слова – налет и отскок. Пернатая упорно повторяла это упражнение ровно до тех пор, пока враг не переставал дышать. Этот палач бросался на намеченную цель, заносил свой топор и со всей дури влетал с ним прямо в корпус врагу. Затем шло мгновенное отступление, потому что обычно, когда существо получало столь сильный удар, оно инстинктивно начинало крутиться и стараться покалечить нападавшего. Но Фороракас был умнее. Он пережидал эту ярость, доходил до момента, когда враг терял еще больше сил и повторял налет. Делал Фороракас так ровно до тех пор, пока враг не оказывался бездыханным на земле и уже потом с удовольствием обедал. Поэтому, какой бы сильной ни была броня его оппонента, Фороракас все равно находил подход. Даже динозавры не могли ему противостоять. Геликоприон А вот кому динозавры не могли бы противостоять и подавно, так это морским обитателям, и в частности Геликоприону. Акулы – невероятно опасные хищники в любой период времени. Что сегодня белые акулы могут задать жару кому угодно. Что тогда в водах плавал Геликоприон и своей циркулярной пилой пугал всех, чуть ли не до остановки сердца. Хочу сразу начать с интересного факта. Останков этой рыбины находили целое множество, и все они между собой слегка различались. Таким образом, реконструкции Геликоприона могут быть разными. В одном случае пила у него одного вида, в другом – совсем другого. Но это не главное, ведь суть оставалась неизменной. Благодаря механизму, который был встроен в ее тело, эта хищница с легкостью могла шинковать кого угодно за считанные секунды. Насколько крупным ни был бы враг, он бы потерял связь с жизнью при первом же контакте с этим монстром. Да и, если уж сравнивать Геликоприона с динозаврами, то в воде у динозавров и подавно не было бы шансов. Так, окей, подумаете вы. В воде у динозавров шансов нет. Быть может, они имеются в воздухе? Да и там их, честно говоря, не больше. Как минимум до тех пор, пока где-то в небе летает орел хааста – самая крупная птица исторической эпохи. Говорят, она могла весить до 15 килограмм и иметь размах крыльев более 250 сантиметров. Это примерно на 30-40% больше, чем у одной из крупнейших современных хищных птиц – южноамериканской гарпии. Обитал этот переросток на южном острове Новой Зеландии и охотился, главным образом, на разные виды моа, а также, вероятно, на других крупных нелетающих птиц. Несмотря на это, мне кажется, что орел хааста спокойно мог бы задать жару и динозаврам. Пускай не самым крупным из них, но хотя бы молодняку или кому-то среднему. Все же с добычей он обходился безжалостно и мощно. Любой враг, на которого орел хааста клал свой зоркий глаз, умерщвлялся особо длинными и сильными когтями, которые были отчасти способны даже переламывать кости. Орел, по-видимому, наблюдал за добычей с возвышенного места, например, с дерева, и с немыслимой скоростью врезался в нее на лету. Из-за не слишком высокой ловкости динозавров, они бы ничего не могли противопоставить этой пернатой. Более того, они бы и глазом не моргнули, как их детеныши уже были бы в цепких лапах орла. К слову о цепкости. Знали ли вы, что одним из главных хищников всей мировой истории являлся Дунклеостей? Это такая гигантская торпедина, способная щелкать крупных существ, как орешки. При этом ей никто ничего противопоставить не мог. Больно уж толстая броня была у этого существа. Монстр глубин вымахивал до 6 метров в длину и мог весить более тонны. У него была огромная голова с мощными челюстями, вооруженными сотнями острых зубов пластин. Челюсти были настолько сильными, что могли раздавить даже кости других таких же крупных животных. Этот хищник охотился на других рыб и водных обитателей, а также мог питаться падалью. У Дунклеостея была очень эффективная система пищеварения, что позволяло ему быстро переваривать большие объемы пищи и становиться готовым к новым приключениям. Однако главной особенностью Дунклеостея являлся его бронированный панцирь. Он состоял из множества пластин, покрывавших все тело. Они были настолько прочными, что могли защитить его от хищников и обеспечить безопасность даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации. А еще у этого существа была обтекаемая форма тела, из-за которой он походил на торпеду. Вместе с этим, мощный хвост вместе с плавниками играли роль первоклассного двигателя. Но каким бы крутым ни был Дунклеостей, до главной грозы древности ему было далеко. Главной опасностью минувших лет я бы назвал Мелвилова Левиафана. Это был кит с самыми большими зубами в истории. Говорят, длина верхних была около 40 сантиметров, а в диаметре они были порядка 12. Общая длина тела могла достигать 18 метров, а весил при этом он около 50 тонн. Сложно представить хоть кого-то, кто мог бы дать ему бой. Этот древний монстр был в состоянии слопать любого, кто перейдет ему дорогу. Динозавры стали бы для него чем-то по типу семечек. Ими он даже не интересовался бы, по крайней мере, мелкими. Ведь зачем думать о ком-то мелком, когда у тебя в арсенале есть челюсти просто чудовищной силы, способные отрывать от огромных существ целые куски? Вы удивитесь, но и это не предел его возможностей. Кроме силы, которая большинству даже и не снилась, Мелвилов Левиафан мог первоклассно ориентироваться в пространстве. В этом ему помогал спермоцетовый мешок. Благодаря ему, существо воспринимало звуковые сигналы подобно радару и быстро соображало. Победить этого монстра удалось лишь судьбе злодейки, которая запустила процесс глобального похолодания. Из-за него большинство существ перебралось к полюсам, а китам-киллерам пришлось мигрировать за ними. Сделали это не все, и те, кто остались в родных краях, погибли от холода. А которая мигрировала, не успела адаптироваться к новым условиям. Прокормить такую тушу мелкими рыбешками было нереально. А на этом все. Напишите в комментариях, какое существо было самым опасным в истории, по вашему мнению. И спасибо за просмотр.